Здравствуйте! Вы смотрите программу «Культурная столица». Я Иннокентий Иванов. Сегодня у нас в гостях музыкальный руководитель и главный дирижер Михайловского театра Михаил Татарников. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Для многих был неожиданностью ваш переход в Михайловский театр. Расскажите, как это произошло, как случилось это предложение, от которого вы не могли отказаться? Ну почему? Мог, наверное, не знаю. Ну просто оно такое заманчивое было для меня. Я уже, несмотря на то, что недавно стал дирижировать, по годам, но я так интенсивно провел последнее время в Мариинском театре последние сезоны, что, наверное, что-то такое должно было состояться, какое-то приглашение. И оно было, их даже было несколько. И из разы, не только не из России как раз, а из-за рубежа тоже возглавить театры. Но я безумно рад и счастлив, что в своем родном городе я получил возможность возглавить. Вот Владимир Абрамович пришел на мой спектакль, предложил мне. И я вот свой небольшой, казалось бы, по времени, но мне кажется, уже достаточно гигантский опыт работы именно в оперном театре, потому что по интенсиву в Мариинском театре это, безусловно, я за четыре года прошел огромный репертуар. И сейчас я счастлив, что я могу это уже здесь, в Михайловском театре, воплощать уже свои идеи творческие и что-то репертуарное, то, что интересно будет. Мы будем делать здесь. Так что, безусловно, это обаяние Владимира Абрамовича Кехмана сказалось, его упорство, настойчивость, даже напор, я бы сказал. И вот я здесь, чему, безусловно, счастлив. И надеюсь, что это взаимно со стороны театра. Во всех новостях о вашем назначении и даже на сайте Михайловского театра был сделан акцент на то, что ваш уход из Мариинского театра благословил Валерий Гергеев. Это на самом деле так? И почему делается такой акцент на это? Из-за конкуренции? Я думаю, акцент делается из-за того, что до меня состоялись громкие переходы некие в Михайловский театр. И там была своя история. У меня просто она отличалась. Если кто-то жаждал каких-то сенсаций или скандальную потоплеку именно в моем переходе, то тут ее найти невозможно. Потому что действительно первый человек, которому я сказал, а об этом предложении это был Валерий Бесалович Гергеев. То есть я предельно корректно повел себя по отношению к Мариинскому театру. И плюс я бы не сказал, что мой уход из Мариинского театра, потому что я продолжаю дирижировать там спектакли. Я просто не так часто и не так много могу времени отдать этому театру, отдавать. Но все равно это театр, где я вырос, где меня очень многое связывает, много друзей. Отличие этих двух театров вы могли сформулировать? Ну, безусловно. Ну, во-первых, конечно, размер. Размер даже самого зала. Там, конечно, значительно больше. И здание, и зал, и сцена, и оркестровая яма. Этот театр мне напоминает, скорее-таки, в Италии есть не самые большие театры, но очень уютные и очень милые, с хорошей акустикой. Вот там театр большой, и это во всех мелочах абсолютно ощущается. Даже в каких-то бытовых вещах, составом оркестра, который там огромный просто. Здесь все намного меньше, и в этом есть своя прелесть, потому что более такая домашняя, уютная, я бы сказал, здесь обстановка. Тот театр, это, конечно, такая мощь ведомая Валерия Бесаловича. Это впечатляет меня до сих пор, и всегда будет впечатляться. А здесь вот мне безумно нравится, безумно приятно, что больше теплоты. В хорошем плане такая достаточно интимная обстановка, и меньше каких-то отвлекающих моментов. А в каком состоянии вы нашли оркестр Михайловского театра? То, что в бытность главным дирижером, когда был феранец, были как критические оценки качества игры исполнителей, так и, наоборот, хвалебные. Как бы вы нашли состояние сейчас его? Критические оценки в плане оркестра? Оркестр, я про оркестр. Ну, я думаю, оркестр, безусловно, растет. И я хочу сказать спасибо огромное Петру Феранцу, который действительно сделал большой объем работы с ним. И никто не только глухой может сказать, что критиковать после того, что было до Феранца с этим оркестром. Безусловно, он становится лучше. Я буду стремиться делать его еще лучше. Мы будем симфонические программы делать. Вот у нас Евгений Онегин был позавчера. Был концертмейстер Ковенгардена, первая скрипка. Сергей Левитин я его пригласил. Вот. Уже какие-то... Может быть, тоже будем кого-то привлекать из игроков. Но, безусловно, за секунду оркестр не может поменяться. Какие-то вещи еще, к сожалению, остаются. Потому что был не самый лучший период в плане качества игры у этого театра. И вот так это ничего не меняется. Это надо репетировать, надо работать. Как влияет личность главного дирижера на репертуар, скажем, театра? Потому что мы знаем, скажем, у многих дирижеров есть особые предпочтения. Тот же Гергеев, он еще любил Вагнера, он поставил его всего буквально. У вас есть такие предпочтения? У меня есть и предпочтения, у меня есть и обязательства. И у меня есть понятие того, что нужно театру в данный момент. То, что нужно публике, то, что будет интересно, то, с чем может театр ездить на гастроли. То есть, есть, безусловно, какие-то оперы, музыка, которые мне... Не скажу, что больше нравится, а больше, вот, более близка мне. Есть, которые, может быть, не так близка. Но все равно я очень ее люблю и стараюсь. Притом, я еще молодой человек, если я что-то еще в чем-то не разобрался, я хочу еще в этом разобраться. Так что, скорее, у меня есть не свои предпочтения, а предпочтения то, что нужно именно театру. Ну, вот, отчертить немножко круг этот. Пока у нас сейчас такой период, я уже говорил, что у нас следующий год и Бриттона, и Вагнера. И, на мой взгляд, надо какие-то возобновлять постановки, которые у нас не в лучшем виде остались. Русский опер, я имею в виду. Вот, вот это больше, более конкретное я сейчас, к сожалению, не могу сказать, потому что у нас такой период, что мы договариваемся с режиссерами, и просто будет некорректно, если я что-то раньше времени сейчас скажу. А это будет, что касается новых постановок, это будут новые постановки или какие-то переносы? И будет, ну, речь идет, наверное, и о том, и о другом. Наверное. Вот так скажем. А что интереснее для музыкального руководителя? Перенос делать или же с нуля ставить? Ну, во-первых, музыкальный руководитель, он перенос, это будет постановки, а музыку можно менять. То есть, если, грубо говоря, где-то Рикардо Мути поставил так, и эта же постановка переезжает сюда, к примеру, я говорю, то я абсолютно при всем огромном уважении, которое я испытываю к маэстру Мути, действительно, это один из моих кумиров, но я, естественно, буду все делать по-своему. То есть, здесь влияния большого нет. Просто иногда, может быть, какие-то постановки, когда они уже где-то поставлены, уже больше притертости, уже, я бы сказал, более профессионально работает быстрее, вернее, режиссерская бригада. Вот иногда в этом плане это может быть удобно. Вот только в этом плане. — Режиссеры будут оперные или, возможно, какие-то, как был опыт, Сакура вставил, предположим, что-то? — Возможно. — Возможно. То есть, пока это до конца не ясно? — До конца не ясно. — А круг людей в театре, которые определяют эту репертуарную политику, кто в него входит? — Ну, безусловно, наш генеральный директор Владимир Абрамович Ахмадович. Ну и плюс есть люди, с которыми мы советуемся. Я думаю, даже свое мнение, прежде чем я должен составить какой-то опере, у меня есть масса людей, которые мне могут что-то посоветовать. Я вот, например, очень благодарен Ларисе Бесолни-Георгиеву, которая мне очень сильно помогает и помогала. Вот именно со взглядом, потому что она очень много музыки знает, оперы именно по-хорошему. Вот я могу так сказать. Но в основном вот мы, да, решаем. — Много говорят касательно не только Михайловского театра, но и Мариинского, и Большого, что вот в этих больших русских театрах не хватает музыки, которая была как бы до той эпохи классической оперы, как Верди, Пучини, вот то, что было до, и не хватает современной. Вы согласны с этим, что не хватает вот того массива музыки, которая была до Верди, скажем, до Пучини, вот, скажем, до этих композиторов? — Ну, наверное, не хватает, но, мне кажется, здесь есть не просто так, не просто так. Во-первых, начиная с оркестров, в нашей стране очень мало оперных оркестров по-настоящему, которые могут хорошо играть ту музыку. Ну, вы обороченной музыке, как я понимаю, говорите. Это отдельный, отдельный должен быть даже, может, коллектив, потому что люди, которые сегодня играют в Хованчину, завтра Лебединое озеро, послезавтра там Верди, и на следующий день они там Дидону Эней очень хорошо не исполнили. То же самое с певцами. Не русская школа, ну, есть какие-то свои традиции, понимаете. Конечно, надо исправлять это, работать, но я считаю, если уж браться за барочную музыку, это надо делать очень хорошо, все надо делать очень хорошо. Просто так для галочки ее исполнить, конечно, можно. Конечно, можно, и может даже неплохо получится. Но мне кажется, что при моей огромной любви к этой музыке, это уже речь идет о создании каких-то, может, ансаблей, специальной академии стиля. Это же очень, и для певцов это тоже очень сложно. Музыка школа русская, она не очень направлена именно в сторону барочной музыки. Вы обучались в консерватории изначально как скрипач. Да. Как потом внутри человека происходит желание стать дирижером? У молодого человека достаточно. Я понимаю, когда потом. Вы знаете, у меня был дедушка, мой дирижер, Джамал Далгат, он дирижировал много в Кировском театре в то время. Несмотря на то, что остальные мои родители, они не имеют отношения к музыке, но все это любили, но дедушка у меня был дирижером. И всегда подспутно об этом вспоминалось, что он был дирижером, но я абсолютно, вот, странно сказать, об этом даже не задумывался. Я в один момент, мне оставалось только ехать, уже уезжать в Америку, и нас пригласили в составе квартета. И я вот никак не приукрашиваю, я слушал богему запись Краяна, поворот Тимурелла Фрэнни, и почему-то это меня как ключиком повернуло. Это я помню часа два ночи почему-то. Я нашел у себя пластинку хорошую, старую еще, винилу. И наутро я заявил родителям, что буду дирижером. Ну, они, естественно, так махнули рукой, подумали, что, ну, мало ли, что не бывает. Ну, тут, конечно, пришлось проявлять много упорства в дальнейшем. Вы сейчас сами играете на скрипке? Ну, поигрываю, конечно. Поигрываю, но много времени уделять этому. Опять же, то, о чем я говорил, надо делать или хорошо, вернее, или очень хорошо, или не делать вообще. Ну, соответственно, когда я уже не мог столько времени уделять инструменту, я играю только для себя. Понятно, вот как музыкант, скажем, инструменталист тренирует себя, скажем так, нехорошее слово, но тренирует. А как себя тренирует дирижер? Что он делает? Ну, вы уж прямо... Ну, я за всех не могу отвечать. За себя, конечно. Сразу скажу, что это очень индивидуально. Про себя сразу скажу, что, несмотря на, наверное, легенду, я перед зеркалом никогда не занимаюсь. Вот. Не знаю. Главное... Ну, для меня, вот, моя главная задача всегда, когда вот я знакомлюсь с произведением, когда я выступаю, это форма этого произведения, это понять, о чем это и смысл этого всего. Все остальное, что будет происходить в гармонии, это уже такие мелочи. Ну, вернее, не мелочи, это, безусловно, очень важно. Но это уже такая дирижерская кухня, которую, в принципе, любой образованный человек может постичь. Но вот как это все связать и увидеть в этом какой-то смысл, вот это... Вот это для меня самое главное, что должно быть. Вот это. То есть это не механические действия, это то, что в голове происходит. Даже я более того считаю, что вот идти по улице, увидеть какое-то красивое здание, подумать о какой-то произведении, связать вот то, что происходит в нашей жизни, вот это очень важно тоже. Какой-то свой жизненный опыт, то, что хорошее или плохое происходит. Просто искать соприкосновения с музыкой. Вот так вот я считаю. Дирижер должен обладать какими-то диктаторскими замашками, чтобы держать его из них. Ну что значит должен? Он просто должен быть человеком, за которым должны готовы пойти люди. Диктаторские замашки, на мой взгляд, это уже прошло. Но иногда, безусловно, надо, приходится, и скажу, к сожалению, приходится проявлять какую-то жесткость. Без этого никак. Но я стараюсь не задавить, а увлечь людей, и считаю это самое главное. Дело не в диктаторстве, не в жесткости. Иногда очень мягкий человек может повести за собой очень много народу, просто потому что они его поверили и считают его достойным, чтобы он был по главе. С каким оркестром легче работать? Со своим или же когда ты приглашил на дирижера? Со своим, с тем оркестром, который тебя уже знает, с которым ты привык, безусловно, в чем-то комфортнее работать. Ну, потому что уже нет никаких новостей, не ждешь ничего нового. Когда в новый коллектив всегда приезжаешь, какой хороший, и всегда первая репетиция уходит на какое-то прощупывание друг друга, я бы сказал. Есть свои психологические моменты. Другое дело, что когда оркестр сводит, как сейчас Михайловского театра, и ты понимаешь свою ответственность за каждую исполненную ими ноту, даже ответственность свою перед другими дирижерами, которые будут дирижировать с этим оркестром, это уже совершенно другой момент, это ответственность очень большая. Когда ты приезжаешь как приглашенный дирижер, ты просто работаешь с оркестром, за 4 репетиции, 3 ты не изменишь оркестр, никак. Можешь сделать немножко лучше, там, струнную группу, немножко изменить звук, какую-то трактовку свою. Но они могут лучше играть с тем или иным дирижером, потому что просто им нравится, симпатично, просто руки более понятные у кого-то, более эмоционально это нравится. Но кардинально уровень оркестра за это время, естественно, не подняется. То есть и в этом плане ответственности как бы меньше, безусловно. А вот сейчас, как в Михайловском театре, вот отвечаю, когда я за каждую, за каждый спектакль, который вот сегодня Байдерка, не я дирижирую, но, естественно, мне, я очень переживаю за то, чтобы это было хорошо. Когда вас приглашают дирижировать за рубеж, вас приглашают с каким-то произведением, которое вы уже хорошо знаете, работали с ним, или же на новое какое-то произведение? Это по-разному всегда происходит. Это всегда по-разному происходит. Вот сейчас у меня будут постановки две в опере Бордо. Это будет Леоносе да Фигерро и Дон Джованни. Ну, Дон Джованни с Валю Фигерро, да. Это, безусловно, я знаю хорошо. То есть они знают, что это знают. Я знаю, приглашали именно, потому что меня видели именно в этих операх. Ну, бывают и приглашения на такие оперы, которые я не дирижировал никогда. То есть по-разному, по-разному. И также симфонические оркестры приглашают. Сейчас буквально я несколько дней назад с Радио Франц оркестром в Париже был в Шотле концерт Сьюита Прокофьева из Роман Джулетто. В свое время это был вообще первый мой концерт с оркестром Мариинского театра в концертном зале нашем. И просто есть видеозапись этого концерта. Они увидели, и вот решили меня пригласить именно на эту же программу. А иногда просто, вот у меня сейчас с оркестром Болони будет концерт. Там пятая Прокофьева, которую, честно говоря, я всегда мечтал продирижировать, но никогда не дирижировал. Вот сейчас буду первый раз это дирижировать. По-разному. Вы будете приглашать каких-то дирижеров в свой театр? Дирижировать у нас невесту. И вообще мы с ним так планируем сотрудничать достаточно тесно. Это очень хороший наш молодой дирижер. Есть такой термин в спорте, правда, такой парадокс нового тренера, что когда новый тренер приходит в команду, команда практически точно первый матч выиграет, чтобы показать себя. Есть ли такое в искусстве? Вот когда вы пришли в оркестр, самая первая, может быть, репетиция, самый первый спектакль ваш, как-то выкладывались по-другому музыканта или нет? Как вы ощущаете? Ну, вы знаете, в принципе, я согласен. Думаю, такое и есть. То есть, по большому счету, будет время показывать. Да. Плоды работы. Ну, то, о чем я говорил. С первого раза, вот буквально 2-3 репетиции, можно только очень постараться. Вот это то, о чем я говорил. И поэтому, может быть, лучше что-то произойдет. Наоборот, концентрации будет больше у всех, у артистов, и оркестры, и на сцене. В этом плане, да. Я согласен. Это, кстати, очень подходящий термин, как новый тренер, команда. Здесь та же психология, наверное, работает. А дальше вот плоды работы уже покажут. Там, через, я думаю, через несколько месяцев. Вот. Ну, на каком-то этапе, я считаю, что мы уже вот сейчас были очень неплохие спектакли у нас проходили. Очень неплохие. Спасибо большое, Михаил, что пришли к нам в гости на программу. Вам спасибо. Хочется пожелать, чтобы вы оставались как бы внутренним новым тренером как можно дольше, чтобы ваши музыканты как можно чаще демонстрировали свои самые лучшие качества. Ну, и хочется пожелать, чтобы их испанительское мастерство только росло, и у вас был максимальный успех. Спасибо вам большое. Спасибо. У нас в гостях был музыкальный руководитель и главный дежур Михайловского театра Михаил Татарников. Это была «Культурная столица». Я, Иннокентий Иванов. Удачи вам и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова